Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о моих покупках за последнее время, а именно за июль, август и сентябрь. Разумеется, покупок у меня накопилось достаточно много, так что давайте скорее приступим, чтобы видео было не бесконечное. Но длинным оно будет в любом случае. С чего я хочу начать? С ухода за волосами. В августе в подружке была хорошая цена на шампунь и кондиционер от корейской марки Dying G Meori. Когда-то эти средства у меня уже были, я ими с удовольствием пользовалась, про них я вам рассказывала. Замечательный шампунь, который прекрасно пенится, великолепно промывает волосы. И кондиционер, который делает волосы мягкими и послушными. В подружке они стоили 499 рублей за объем в пол-литра. Это действительно хорошая цена, так без скидок эти средства стоят по 770 рублей. Мне эти средства понравились, у них очень удобная такая вот помпа. Я их умудрилась закончить одновременно, что меня очень порадовало. Хорошая парочка, с удовольствием буду пользоваться. Заходила я недавно в небольшой белорусский магазинчик. Зашла просто ради любопытства, а вышла с тремя покупками, и все они по уходу за волосами. Приобрела я там шампунь Peeling от марки Vitex. Он стоил 188 рублей за объем в пол-литра. Подобным шампунем от того же производителя я сейчас пользуюсь. Мне он нравится, он действительно хорошо промывает волосы, прекрасно их очищает, но он у меня уже заканчивается. Нужно было купить что-то на смену. Я приобрела вот такую огромную упаковку, хватит ее года, наверное, на два. Производитель советует этот шампунь использовать максимум 2 раза в неделю, но я делать это буду намного реже, где-то раз в 10-14 дней. Для чего мне нужен этот шампунь? Потому что он, как здесь написано, эффективно удаляет остатки косметических и укладочных средств. Я думаю, многие из вас знают, что я использую косметические масла с силиконами, и эти силиконы нужно из волос удалять. Да, с этим справляются многие шампуни с СЛС, но все-таки в моем арсенале я предпочитаю иметь и глубоко очищающие шампуни. Этот шампунь я пока что не использовала, но я его уже понюхала. Он очень приятно пахнет лимонграссом, чем-то таким свежим, лимонным. Аромат приятный, по действию, думаю, будет не хуже того, которым я сейчас пользуюсь. Также я приобрела в этом магазине массажную маску-скраб для волос и кожи головы. Тот же самый производитель, стоимость этой упаковки, объем которой 400 мл, была где-то в районе 280 рублей. Этим средством я уже пользовалась. Это действительно скраб, причем весьма неплохой скраб для кожи головы. Вот вы можете видеть здесь частички соли, он на основе морской соли. Очень приятно пахнет, но опять же вы можете видеть, что масса достаточно жидкая. Наносить не очень удобно. Пока доношу это средство до волос, у меня половина падает в ванную. Расход, конечно, из-за этого увеличивается. Аромат у средства приятный, ненавязчивый. Скрабинки натуральные, не скажу, что очень жесткие, но хорошо скрабируют кожу головы. За такие деньги, я думаю, очень даже неплохое приобретение. Я осталась довольна этой маской-скрабом. Буду с удовольствием продолжать пользоваться. Это система, видимо, по уходу за волосами с минералами мертвого моря. Включает, наверное, и шампунь, и какую-то маску, но мне и скраба более чем достаточно. Да, очень приятная и интересная для меня новинка. Также я приобрела сухой шампунь. Захотелось попробовать сухой шампунь. От белорусского производителя многие девочки пробовали. Многим эти шампуни нравятся. А я вот в первый раз приобрела. Я выбрала сухой шампунь от, опять же, марки Vitex. Он стоил 268 рублей. На мой взгляд, дороговато для белорусской косметики. Но, возможно, он действительно очень хороший. Я выбрала шампунь с экстрактом граната для тонких и ослабленных волос. Но также есть и для другого типа волос. Как минимум два сухих шампуня. Если мне он понравится, то, конечно, я приобрету еще какой-нибудь на пробу. Почему он мне может не понравиться? Из-за распылителя. Вот такие вот распылители, девочки говорят, очень быстро забиваются. И нужно их промывать. Ну, производитель об этом прекрасно знает. И в инструкции он об этом пишет. Вместо того, чтобы поменять распылитель, он нам предлагает его промывать. Ну, это как-то странно. Ну, да ладно. Буду пробовать. В пустых баночках вам, конечно же, про него расскажу. Ну, это не единственный сухой шампунь в моих покупках. В августе, опять же, в Ривгош была хорошая цена на Батист. Я не могла не приобрести Батист за 399 рублей. Взяла оригинальный, потому что там выбора-то особого и не было, если честно. Ну, этот оригинальный аромат достаточно яркий, но приятный. Мне он нравится. Сами сухие шампуни Батист я уже неоднократно хвалила в своих видео. Я думаю, вы прекрасно знаете, за что я эти сухие шампуни люблю. За то, что они действительно прекрасно работают на моих волосах. Они придают объем, визуальную чистоту, небольшую укладку. Волосы выглядят очень хорошо после этого сухого шампуня. Я им довольна. Я люблю разные, оригинальные, с другими ароматами. По хорошей, невысокой цене я их буду приобретать и дальше. Это все средства по уходу за волосами, которые я приобрела за последнее время. Далее покажу вам всего лишь одно средство по уходу за телом. И это гель для душа от марки Космия. Это гель с ароматом лимонного маффина. Наконец-то я его приобрела. Я покупала этот гель в магазине Атак в Калуге. Потому что в Петербурге, в моем гипермаркете Ашан, его не было, когда я туда ездила перед отпуском. А когда я в следующий раз поеду в Ашан, вообще неизвестно. А гель этот, по мнению многих девочек, такой замечательный. И так он запал мне в душу, что когда увидела, естественно, взяла. И не одну упаковку, а сразу две. Одна у меня сейчас стоит в ванной. И я этим гелем с удовольствием пользуюсь. Гель действительно очень приятный. Он прекрасно пенится. Он хорошо очищает кожу. Он кожу не сушит. Остается аромат на теле. А аромат просто потрясающий. И для меня это действительно лимонный маффин с каким-то лимонным кремом. Настолько интересный, необычный аромат. Но это просто песня. Я осталась тоже в восторге, как и многие девочки от этого геля для душа. Также радует его достаточно большой объем. 250 мл. И весьма невысокая цена. В гипермаркетах Ашан гели от марки Косми стоят 79, либо же 89 рублей. Я просто точно не помню, сколько этот гель стоил. Но вот где-то в этих пределах. Действительно качественная марка. Огромное разнообразие ароматов. А этот лимонный маффин, это просто великолепно. Так что все, кто пил оды этому гелю, я к вам присоединяюсь. Далее я хочу показать вам средства по уходу за лицом. Их у меня достаточно много. Начну я с гидролатов. На сайте Беру.ру приобрела сразу две упаковки гидролата розмарина от марки Душистый мир. Объем каждой упаковки 250 мл. Цена 273 рубля. Такой гидролат я уже использовала. Он мне понравился. Он действительно хорошо работает с моей кожей. Лучше моя кожа себя с ним чувствует. Он ее оздоравливает. Какие-то проблемы быстрее проходят. Но про гидролат розмарина я вам уже не первый год рассказываю. Да, действительно, для меня это must-have. Если можно так выразиться, это средство, которое обязательно должно у меня быть. Да, так что вот купила сразу две банки. С удовольствием буду пользоваться. И сейчас я пользуюсь как раз таким гидролатом. Но также я решила от марки Душистый мир попробовать гидролат лаванды. Захотелось разнообразия. Захотелось что-то новенькое попробовать. Выбрала лаванду, почитала, что на сайте пишет производитель. Этот гидролат хорошо увлажняет кожу, снимает раздражение, воспаление, шелушение. Делает кожу упругой, предупреждает образование морщин. Быстро облегчает боли жжения при солнечных ожогах. Придает живой блеск и увлажненность волосам. Такой очень многофункциональный гидролат. Оставлю его на лето. Надеюсь, лето будет жаркое. Если вдруг я обгорю, то как раз и узнаю, помогает он при солнечных ожогах, либо же нет. Следующую покупку я совершила в гипермаркете Лента. И это тоник для лица от марки Чистая линия. Скидка была неплохая на этот тоник. Он стоил, по-моему, 84 рубля. Я решила, что почему бы и не приобрести. Тоники разные я люблю. У меня их не так уж и много в запасе. Этот тоник у меня когда-то был. И в целом он мне понравился. У него приятный яркий аромат. Он действительно хорошо тонизирует кожу, убирает остатки хлорированной воды. И подготавливает кожу к дальнейшему нанесению ухода. То есть делает все то, что должен делать в обычный тоник. Если бы не было скидки на него, то, наверное, я нашла бы что-то, может быть, новое, чего еще не пробовала. Ну а по такой хорошей цене, сам по себе он стоит обычно больше 100 рублей, я решила, что надо брать. Пусть будет. Далее я хочу показать вам два средства от компании «Новосвит», которые я приобрела на сайте «Аптека.ру». Для меня это абсолютнейшие новинки. Ранее такие средства я на этом сайте не встречала. Выбрала я для покупки увлажняющий тонер «Нектар» «Королевское желе с прополисом». Объем этой упаковки 100 мл. Цена в районе 150 рублей. Здесь есть помпа. Средство это ни густое, ни жидкое. Для его использования не нужен ватный диск, просто на руку пару капель выдавливаете и разносите по лицу. Что делает это средство? Мгновенно и длительно увлажняет, создает комфорт, успокаивает, снимает стянутость и покраснение кожи, восстанавливает pH-баланс после очищения. Также стимулирует обновление эпидермиса, активирует белок молодости, восстанавливает тонус и упругость. Мгновенно делает кожу шелковистой и сияющей. Подобный тонер с улиткой я использую как трехсекундный стартер после умывания. Это средство попробую использовать также, но если мне не понравится, его всегда можно перевести в разряд сывороток, потому что производитель говорит нам о том, что это средство является самостоятельным и используется после очищения перед нанесением ухода. Для сыворотки, конечно, объемчик великоват, и расходоваться это средство будет очень-очень долго и безбожно надоест, но, возможно, как тонер мне понравится и так и будет мною использовано. Ну да посмотрим. Сейчас использую тот тонер с улиткой, потом сразу приступлю к этому. Второе средство от Новосвит, которое я приобрела, это сыворотка-концентрат 3D-гиалуроновая кислота и неоцинамид. Вот в такой коробочке продается это средство. Стоит оно на сайте 250 рублей за объем в 35 мл. Вот такая интересная упаковка, точнее, тюбик у этой сыворотки. Посмотрите, какая прелесть. Не скажу, что очень удобно, но оригинально. Такая пипетка большая. Сама сыворотка выглядит следующим образом. Вот так вот. Она такая гелеобразная, прекрасно распределяется по влажной коже, ничем не пахнет. Если ее нанести немного, то она быстро впитается и не оставит никакой липкости. А вот если с ней переборщить, то липкость неизбежна. Но увлажнение будет в любом случае. Мне эта сыворотка понравилась. Я, наверное, уже неделю ею пользуюсь. Действительно неплохая. Конечно, не омолаживает она, как здесь нам обещают. Но увлажняет, меня это радует. Неоцинамид, который есть в составе этой сыворотки, обладает биостимулирующими и отбеливающими свойствами. Препятствует скоплению меланина в клетках, что позволяет предотвратить развитие пигментных пятен, веснушек и других несовершенств кожи. Конечно, для того, чтобы неоцинамид как-то видимо отбелил кожу, им нужно, точнее, средствами с неоцинамидом, нужно пользоваться достаточно долго. За неделю никакого эффекта я, понятное дело, не увидела. Но, честно говоря, осветление кожи для меня это не самое главное. А вот увлажнение мне необходимо. Если ее постоянно держать вот так, то она начинает подтекать. Это не очень хорошо. Интересный тюбик, но не до конца продуманный, я бы так сказала. Следующая покупка. Из разряда «Я пала жертвой рекламы» или «Маркетологи не зря едят свой хлеб». Увидела я в каком-то глянцевом журнале рекламу гиалуронового алоэ-геля от Гарнье и захотела его приобрести. Мне не нужен этот гель бы, понимаете. У меня достаточно кремов в моем арсенале для лица. Года на полтора хватит. Я не могла пройти мимо. Но такая картинка. Глядя на нее, я вот так и представила, как я наношу это средство на свое лицо. И оно тут же напитанное, тут же увлажненное. И я вся такая красивая. Ну, вы понимаете, как это работает. Да, в общем, пошла в подружку, купила за сколько? Это средство стоит 279 рублей. У меня была 15% скидка. Не дешевый, конечно же, этот гель. Ну, относительно, конечно, чего-то другого. И не нужный мне по факту. Но он у меня есть. Вот такая вот стеклянная банка в объеме 50 мл прозрачного, приятного такого геля на вид. Симпатичное оформление. Приятная такая коробочка. На коробочке написано, что этот гель увлажняет на 48 часов, освежает и придает коже упругость. Подходит для нормальной смешанной кожи лица. Здесь есть состав этого крема. Вот можете посмотреть. Этот гель можно использовать как дневной крем, как ночной крем и как маску. На сайте iRecommend много противоречивых отзывов на этот крем. Кому-то он понравился, кому-то не понравился. Кому-то подошел, кому-то нет. У кого-то забил поры. Кто-то считает, что это просто самый лучший крем на свете. Я пока что не пробовала. Разумеется, это средство не на холодное время года. Ему придется постоять в моих запасах до лета. Ну, а там открою и посмотрю. Надеюсь, мне поры не закупорят. Ну, я не могла. Вот я не могу. Я иногда, как маленький ребенок, ведусь на рекламу. Мне даже самой, честно говоря, бывает иногда стыдно. Далее я хочу показать вам пилинг для лица на основе AHA кислот 1 день в Барселоне от компании EcoCraft. Приобретала я этот пилинг на сайте Беру.ру за 495 рублей. Марка EcoCraft весьма небюджетная. Но, если я правильно понимаю, она то ли органическая, то ли натуральная. В общем, составы у этих средств хорошие. В составе данного пилинга содержится много кислот и экстрактов. Кислоты здесь следующие. Это гликолевая кислота, молочная, винная, лимонная, яблочная и салициловая. Как пишет нам производитель, данный пилинг – это эффективное средство для щадящего отшелушивания отмершего верхнего слоя эпителия. Действительно, так оно и есть. Кожа после использования гладкая, ровная, рельеф более выровненный. Я пока что пользовалась этим средством один раз, но эффект у подобных пилингов накопительный. То есть, через пару-тройку месяцев вы увидите не только выровненный рельеф кожи, но и выровненный тон кожи. Пигментные пятна должны посветлеть, и общее состояние кожи должно улучшиться. По крайней мере, средства с кислотами на это направлены. Поскольку я этим средством уже пользовалась, кое-что могу о нем рассказать. Наносить его нужно либо руками, либо кистью на 5-10 минут. Поскольку у меня кожа такая, скажем, дубовая, я держала этот пилинг 10 минут. Никаких неприятных ощущений во время использования не было. Но когда я посмотрела в зеркало по истечению указанного времени, я увидела, что моя кожа стала красной. Ее не пекло, не жгло, никаких проблем, просто красная кожа. На мой взгляд, это обусловлено работой кислот, которые в составе пилинга. Краснота прошла где-то, наверное, через полчаса, может быть, минут через 40. В составе заявлена гиалуроновая кислота, которая должна кожу увлажнять. Но я не стала рисковать и ничего не наносить после этого пилинга. Я взяла тканевую маску с алоэ успокаивающую и полчаса с этой маской сидела. Никаких проблем. Кожа после пилинга гладкая, после маски она была увлажненная, напитанная. Краснота быстро сошла и кожа выглядела хорошо. Мне понравился этот пилинг. У меня не было проблем в плане каких-то неприятных ощущений. Но если кожа может быть чуть более чувствительная, чуть более тонкая, нежели у меня, возможно, будет пощипывание или покалывание. Но нужно все проверять. Конечно, можно, наверное, найти более бюджетные аналоги. У планеты органики тоже есть подобный пилинг. Но я захотела этот. Собственно, захотела и купила. Пока что довольна. Буду пользоваться дальше. Большая, более полноценный отзыв, конечно же, будет, наверное, через полгода, если у меня эта упаковка закончится. Если не закончится, то тогда, когда закончится, то есть, получается, в следующем году. Потому что летом кислотами никто не пользуется. Кстати, производитель забыл указать, как долго этим средством можно пользоваться после открытия. Но упомянул о том, что использовать чаще одного раза в неделю нежелательно. Я с этим полностью согласна. Разумеется, все эти три месяца я периодически приобретала какие-то тканевые маски. Тканевыми масками я пользуюсь регулярно. Регулярно запасы мои тают. Их нужно пополнять. Вот, пополнила. В основном я покупала эти маски на сайте Беру.ру. Но и в других магазинах тоже кое-что взяла. Например, в магазине Подружка я приобрела две маски от марки Бевифат. Хотела, конечно же, я эту маску взять с виноградом. Ту самую, которую хвалила Ирина Фуюля. Но у нас с виноградом не было. Ну, что поделать. Попробовать-то хочется. Это для меня абсолютно новый производитель. Вот, выбрала маски для проблемной кожи с томатом и зеленым чаем. Буду пробовать. Если понравится, то буду покупать и дальше. На сайте Аптека.ру приобрела повторно минеральную очищающую маску от компании Фитокосметик серия Бьюти Визаж. Я про эту маску рассказывала в пустых баночках. Мне она очень понравилась. Она оказалась классной. Вот, купила еще одну штуку. Ну, буду периодически я эти маски приобретать. Не только эту, но и другие. Потому что хорошие, качественные маски. Что касается сайта Беру.ру. Там я тоже купила от Фитокосметик три маски. Их цена на сайте была 53 рубля. На Аптека.ру вот эта маска стоила, кстати, 56. Забыла упомянуть. Я выбрала белую алтайскую глину. Выбрала овсяную маску и картофельную. Маски. Что эти, что вот эти. На мой взгляд, абсолютно одинаковые по своему качеству. Они прекрасно работают на моей коже. Ни блеска, ни липкости, кожа увлажненная, протонизированная. Все замечательно, все хорошо. Кроме лекала. Лекала мерзкая, лекала отвратительная. Но с этим, видимо, уже ничего не сделать. Следующие маски я приобретала, опять же, на сайте Беру.ру. Они от абсолютно разных производителей. Хочу сразу объяснить, как я на этом сайте выбираю маски. Три критерия. Всего лишь три критерия существуют. Первый – это цена. Маски должны стоить не очень дорого и идти по каким-нибудь акциям. Второй критерий – это интересный какой-то компонент должен содержаться в этих масках. Необычный, может быть, ранее мною неопробованный. И третье – приятное должно быть оформление. Масок на Беру.ру миллион, просто миллион. Но я же не могу все скупить с копом. Вот я и выбираю, что недорого, что красиво выглядит. И вот опять кучка набралась. Давайте посмотрим, что я приобрела. Взяла я маску от марки Жижу с зеленым чаем. Видимо, здесь сыграла свою роль цена, потому что оформление, как вы видите, не очень. И наполнение, ну, зеленый чай много где можно встретить. Да, кстати, что по ценам все эти маски, они стоили где-то от 40 до 50 рублей и не дороже. Да, так что вот такая маска у меня появилась в арсенале. Взяла я маску от MGK с хлореллой. Она для увлажнения, для чувствительной кожи. Интересно будет попробовать. Взяла маску с экстрактом ласточкиного гнезда. Симпатичное оформление. Меня заинтересовала эта маска. Следующая маска от марки Deo Proc или Deo Pros, как правильно? Я не знаю. Это маска с огурцом и бамбуком. Попробуем. Следующая маска от той же марки. Она с лотосом и земляникой. Посмотрите, какая красивая, яркая. Следующая маска от марки Ain Lip. Мне, кстати, в комментариях советовали эти маски. Я взяла маску с алоэ. Вроде бы ничего особенного, но этого производителя я ранее не видела, не покупала ничего от него. И цена была очень низкая на эту маску. Следующая маска тоже от марки Ain Lip. И она с лососевым маслом. Представляете, ранее я ничего подобного даже не видела. И даже не слышала, что такие маски бывают. Но она, понятное дело, для питания. Будет интересно попробовать. Ну и оформление симпатичное. Цена невысокая была. И последние маски у меня от марки Bio Aqua. Почему-то я захотела купить сразу несколько масок от этого производителя. Хотя слышала отзывы, что все эти маски, они примерно одинаково работают. Они неплохо увлажняют. Ну, в общем-то, и все. Но, по сути, все маски, которые я использую, они только на это и направлены. Только на увлажнение. Больше я от них, по сути, ничего и не жду. Это просто приятное баловство. Да, так что вот купила. С чем у меня здесь? С экстрактом желтой кувшинки. Вот такая вот маска. С кактусом. Да, такого у меня точно никогда не было. Оформление, кстати, тоже, да, очень симпатичное у этих масок. Есть у меня с экстрактом розы и с козьим молоком маска. Потрясающе. И с гранатом. Да. Поддерживает гидролепидный баланс. Симпатичное оформление, невысокая стоимость. Закупилась я интересными масками. Буду с удовольствием ими пользоваться. Вот их сколько. Также за последнее время я приобрела две упаковки патчей гидрогелевых под глаза. Повторила покупку патчей от марки Farmstay с муцином черной улитки. Я буквально недавно в пустых баночках вам про эти патчи рассказывала. Они очень неплохие. Они действительно увлажняют кожу. Они неплохо высветляют темные круги под глазами. Мне они понравились. Они кожу тонизируют. Морщинки чуть-чуть разглаживают. А что, собственно, еще ждать от гидрогелевых патчей. На сайте Беру.ру они стоили 890 рублей. Когда я их приобретала, сейчас они там стоят больше тысячи. Не знаю, почему так, но факт остается фактом. Также я повторила покупку патчей от марки Shankpri с экстрактом спирулины. Я их купила в подружке за 830 рублей. Это была хорошая цена. Действительно хорошая цена для хороших патчей. Они так же, как и предыдущие, увлажняют кожу. Они точно так же разглаживают мелкие морщинки, высветляют темные круги в уголках глаз. Но они не сползают и оставляют намного меньше липкости. И те, и другие патчи мне нравятся. Они действительно хорошо работают. Хочется, конечно, попробовать что-то новенькое. Например, патчи от марки Secret K. Но они стоят в разы дороже. И как-то кота в мешке за немаленькие деньги мне покупать не хочется. А эти проверенные, хорошие, достойные. И пользуюсь я ими достаточно долго. Конечно, патчи это баловство. Проблемы серьезные. Они, скорее всего, не уберут. Но какие-то мелкие проблемы решают. И мне, в общем-то, этого достаточно. Далее я хочу показать вам средства по уходу за руками. Приобрела я мыло-пенку от компании Grass с ароматом лимонный десерт. Я такое мыло неоднократно видела в покупках у других девочек. Его хвалили. Я решила тоже попробовать. Купила в недавно открывшемся, недалеко от моего дома, магнит косметики за 99 или за 100 рублей. Объем у этого мыла пол-литра. Поскольку это средство мыло-пенка выдает через вот такой вот замечательный дозатор пенку. Оно будет служить мне очень и очень долго. Пол-литра обычного-то мыла на месяц, наверное. А такого месяца на два, наверное, мне хватит. Аромат у этого мыла мне понравился. Он чем-то похож на аромат геля для душа от марки Cosmia. Но немножко мыльные какие-то нотки здесь прослеживаются. Но, наверное, при контакте с водой аромат будет по-другому немножко раскрываться. Может быть, эти нотки куда-нибудь уйдут. Я пока что не пробовала, не знаю. Но я уже это мыло открывала. Соответственно, оно скоро пойдет уже в использование. Открытые упаковки я не храню в своих запасах. Бывает такое мыло с разными ароматами. С фисташкой, с чем-то еще. Если мне это мыло по качеству понравится. Если я найду какие-то другие ароматы, то, конечно же, приобрету. Но по факту я уже расскажу вам о своих впечатлениях от этого мыла в пустых баночках. Также хочу показать вам кремы для рук. Несмотря на то, что кремов для рук у меня много в запасах, я вот почему-то решила, что мне этого недостаточно. Нужно купить еще. Ну, сказано, сделано. Купила. У меня здесь 6 упаковок. Да. Разошлась. В гипермаркете ОКЕЙ приобрела я вот такой крем для рук увлажняющий с лавандой. Он стоил где-то в районе 30 рублей. И вы знаете, он мне понравился. Он дешевый, он легкий, он действительно кожу увлажняет. Он работает до первого мытья рук. Но для дневного использования мне большего и не нужно. Он быстро впитывается, не оставляет пленки, не оставляет липкости. Руки увлажненные, все отлично. Что касается его аромата, он своеобразный. Да, это, кстати, марка Бабушкина аптека. Знаете, чем пахнет? Для меня лавандовым сеном. Своеобразно, натурально, но интересно. Я довольна этим кремом. Я его уже открывала, пользовалась. И в ближайшее время уже буду им пользоваться регулярно, с удовольствием. Также я приобрела в том же гипермаркете крем от бархатных ручек. Он стоил там в районе 50 рублей за объем в 45 миллилитров. Такой крем я регулярно приобретаю. Мне он нравится. Оформление забавное. Внутри этот крем сам по себе очень хороший. Он тоже достаточно легкий. Он быстро впитывается. Если его нанести погуще, то он неплох, как ночной. Сейчас таким точно кремом пользуется мой муж на ночь. Ему нравится. Ну и мне нравится. Я про него в пустых баночках недавно вам рассказывала. Хороший, достойный, не очень дорогой крем. А также от бархатных ручек на сайте Беру.ру я приобрела ночной крем Энергия Асайи. Объем тоже маленький, 45 миллилитров. Крем этот шел по акции и обошелся мне в 62 рубля. Его я пока что не открывала. У меня сейчас ночных кремов много, но сроки годности у него хорошие. Так что, конечно же, рано или поздно я его использую. Нравится, маленький объем быстро закончится, не надоест и не будет полгода стоять и мозолить мне глаза. Следующий крем для рук я приобрела после того, как воспользовалась пробником. Так меня этот пробник впечатлил. Так мне захотелось иметь у себя этот крем. Я сейчас говорю о креме от марки Невея. Питание и забота с миндальным маслом. Этот крем уже очень давно продается в магазинах. Я всегда проходила мимо него, потому что я считаю, что он слишком дорого стоит в подружке. Я его приобрела за 179 рублей минус 15%. Мне не нравится оформление. Я не знаю почему, но вот эта вот туба мне не нравится. Но крем в пробнике был просто потрясающий. Достаточно питательный, густой. Подойдет как ночной. Он не очень быстро впитывался, после себя оставил кожу такой мягкой, нежной, приятной. Я была в восторге от пробника. Купила полную версию. Надеюсь, что пробник и вот этот крем внутри это одно и то же. С удовольствием, конечно же, буду пользоваться. Также я по хорошей цене в гипермаркете ОК купила, опять же, крем от Невея комплексный уход. Его я покупала уже неоднократно. Мне он нравится, он хороший, он быстро впитывается, он хорошо увлажняет кожу. Он достаточно бюджетный, сейчас стоит дорого, но я со скидкой его приобрела за 55 рублей. Хватает такого крема надолго. И днем им можно пользоваться, и на ночь использовать. Универсальный, хороший, достойный крем с приятным ароматом. Так что вот купила, пополнила запасы. Ну а последний крем я взяла исключительно из-за оформления. В подружке мне на глаза попалась вот такая вот упаковочка. Это крем от чистой линии, идеальная кожа с единорожкой. Ой, ну такая прелесть. Ну так мне понравился этот единорог. Кстати, несколько вариантов оформления у этого крема. В креме есть что? Экстракт граната и вулканическая вода. Я так полагаю, что этот крем легкий, увлажняющий, но я пока что им не пользовалась. В подружке он стоил 65 рублей без скидок. Симпатичное оформление. Из-за оформления купила. Ну и, кстати, я еще ни разу не пользовалась кремами для рук от марки Чистая линия. Так что буду наверстывать упущенное. Я не только кремами для рук запаслась за последнее время, но и кремами для ног. Купила я их сразу 6 упаковок. Точнее, как сразу. По 2 в месяц я покупала и получилось много. У кого-то из девочек в июле я увидела в покупках кремы для ног от марки Новосвит с мочевиной. Продаются эти кремы на сайте аптека.ру. Я зашла на этот сайт, посмотрела цену. Она невысокая, где-то 75 рублей. Посмотрела отзывы. Они тоже неплохие. Решила, что мне надо. Почему взяла 2 упаковки? Ну, чтобы точно уже понять, работает этот крем на моих ногах или не работает. Да, так что вот. Купила каждая баночка в объеме 75 миллилитров. Буду, разумеется, пользоваться. Вам рано или поздно про эти кремы расскажу. Также я купила уже после видео другой девушки-блогера кремы от марки Эвелин. В августе 2 банки и в сентябре 2 банки. Да. Вот такие вот кремы, точнее, крем-маски я приобрела. В подружке они стоят без скидок 137 рублей. Эти 2 банки я купила с обычной моей скидкой, 2 другие со скидкой от магазина Подружка по хорошей цене за 89 или 87, как-то так. А я этими кремами уже пользовалась. Объем, кстати, каждой упаковки 100 миллилитров. Средство очень экономичное за счет своей текстуры. Текстура у кремов такая тугая, густая, я бы сказала. Вот этот крем я уже использую. Не так долго. Наверное, недели 2-2,5. Я не скажу, что вижу какой-то вау-эффект, что все мои мозоли и натоптыши быстро с моих ног ушли. Но я вижу, что кожа размягчается, что эти натоптыши, они более гладкими, что ли, становятся. Это не быстрый процесс. Несмотря на то, что мочевины здесь 30%, все-таки не моментально отшелушивание кожи происходит, а постепенно за 2 или за 2,5 недели уже есть кое-какие подвижки. Будет ли этот процесс еще более интенсивным, я увижу только со временем, когда использую хотя бы одну упаковку. Желательно использовать, конечно, парочку, а потом уже делать какие-то выводы. Но мне пока что нравится. Из недостатков текстура у крема очень такая тугая. Из тюбика сложно этот крем добыть. Поначалу по ногам распределяется он тоже не очень хорошо, но потом смягчается, что ли, от тепла рук и начинает распределяться уже лучше. Он до конца не впитывается. Ну, может, если совсем чуть-чуть нанести, то впитается. Но я наношу среднее такое количество, вот столько, наверное, этого крема. Он до конца не впитывается. Я немножко прилипаю к носочкам, которые поверх этого крема надеваю. Но утром никаких проблем с ногами у меня нет. Все хорошо, все гладко, все очень даже неплохо. Да, еще аромат, кстати, у этого крема такой своеобразный, какой-то кисловатый. Это, видимо, из-за мочевины. Вот в пустых баночках вам хотя бы один покажу, может быть, даже два, и тогда уже буду более подробно, возможно, о нем говорить. Пока что все в порядке, пока что я довольна. Ну вот, место почти закончилось, а покупки еще нет. Ну, на самом деле, осталось совсем чуть-чуть, и это декоративная косметика. Купила я два средства для бровей. Несколько лет я пользовалась карандашом для бровей от марки Катрис. В 0,20 оттенки, и все меня устраивало. Не было у меня других карандашей, никаких похожих продуктов. Все было замечательно. Но где-то в конце июля или в августе вдруг мне захотелось еще что-то для бровей приобрести. Захотела я тени для бровей. Вот не знаю почему, не спрашивайте. Я, естественно, пошла в подружку и выбрала там тени для бровей от марки Катрис. Тени эти универсальные. Почему я взяла именно их? Потому что мне не хотелось выбирать между какими-то разными оттенками. Например, теней для бровей от марки Эвелин или Вивьен Сабо. Такое освещение в этих магазинах ничего толком не разобрать. А здесь оттенки универсальные. Я подумала, что абсолютно точно они мне подойдут. Цена этой палетки где-то 350 рублей. Симпатичное оформление. Здесь есть кисточка. Вот такая вот маленькая щеточка. Брови прочесываю. Посмотрите, какая милашка. Кисточка, кстати, весьма неплохая. Также здесь есть щипчики. Щипчики мне не понравились. Они очень тугие. Захватить ими что-либо неудобно. Я очень расстроена, потому что думала, что это будет неплохой такой дорожный вариант. Но нет. Эти щипчики я ликвидирую, потому что у меня есть те, которые работают в разы лучше. Ну а что касается самих теней, давайте мы на них посмотрим. Как они тут открываются. Зеркальце есть в этой упаковке, что очень удобно. Это неплохой дорожный вариант. Если вам не лень эту коробочку с собой тащить. Зеркало. Тени. Два оттенка. Они не рыжат, зелень какую-то не отдают. У меня все устроило. Этот посветлее, этот потемнее. Я пришла домой, одну бровь накрасила этими тенями, вторую вот этими. Этот оказался мне оттенок все-таки темноват. Я с ним как цыганка. Поэтому я его использую только, чтобы прорисовать кончик брови. А вот эти тени мне подошли очень даже неплохо. Мягкие такие брови с этими тенями получаются. Я осталась довольна. Вы видите, да, что они уже мною использованы неоднократно. Причем вот такие оттенки. Вот так они выглядят на руке. Они хорошо делают свое дело. Хорошая цветопередача. У меня никаких претензий к этим теням нет. Кстати, они довольно стойкие. Вот я их вытираю, а пигмент все равно остается. Я регулярно этими тенями пользуюсь. Мне все нравится. Меня все устраивает. Так получилось, что у меня дома за ненадобностью не оказалось ровным счетом ни одной кисточки для бровей. Эта кисточка хорошая, но она очень маленькая. Мне как-то неудобно ею пользоваться. Я носом в зеркало тыкаюсь все время. Поэтому я решила купить себе большую кисточку. Пришла опять же в подружку, куда же еще, и купила кисть от марки Essence. Вот такую вот симпатичную. Она стоила недорого, 167 рублей. Это, в принципе, и послужило основанием для этой покупки. Искусственный, естественно, ворс. Хорошая кисточка. Правда, широковата. Может быть, какой-то кончик тонкий вы ею не выведите. Но если брови густые, то никаких проблем. Кстати, она продавалась вот в таком чехольчике. Чехольчик мне ни к чему. В дорогу я эту кисточку с собой брать не собираюсь. Да, я уже ею пользуюсь с огромным удовольствием. Она у меня такая же в тенях вся. Хорошая кисточка. Я не мастер макияжа, ни бровей, ни глаз. Я понятия не имею, как эта кисть для других людей, для профессионалов, или для тех, кто почти профессионал, кто часто красится. Но для меня она вполне нормальная, пригодная, хорошая кисточка. Буду ею пользоваться и дальше. Тем более, что других у меня все равно нет. Также я решила купить себе еще один карандаш для глаз. Но не от Catrice, а от марки Vivienne Sabo. Вот такой карандаш, который называется Brow Arcade. Его в свое время хвалила Слана Те. Очень он ей понравился. Я давно хотела этот карандаш попробовать. Но вот как-то все не решалось. А тут решилась. Цена, правда, немаленькая на этот карандаш. Он стоит 315 рублей в подружке без скидок. Мне кажется, дороговато для карандаша, который очень маленький по своему размеру. Он выкручивающийся. И если я его до конца выкручу, чего я делать не буду, потому что боюсь сломать ненароком, то там будет сейчас уже где-то 2 сантиметра. А в начале его было 2,5 сантиметра. Если вам нужно чуть-чуть где-то прорисовать бровь, чуть-чуть тут, чуть-чуть там, то вам такого карандаша хватит надолго. Но если нужно чуть ли не заново бровь рисовать, то я боюсь, он у вас очень быстро разлетится. Вот такой тонкий этот карандашик. Очень симпатичный. У меня, кстати, оттенок 0,1. Я смотрела свочи на iRecommend. Всего таких карандашей 4. Я выбирала между первым и вторым. Когда пришла в подружку, выяснила, что второго там нет. Поэтому, в общем-то, недолго думая, купила первый. Мне этот карандаш идеально подошел. Вот просто идеально. Я не знаю, как так получилось, но он просто шикарный. Вот вы видите хоть что-нибудь. Он достаточно светлый. 0,2 был бы темноват. Наверное, вот как этот цвет. Что-то похожее было бы. И сейчас я покажу вам сравнительный свотч с моим любимым карандашом от Catrice в 0,2 оттенке. Вот так выглядит 0,2 оттенок от Catrice. Смотрите, разница очевидна. Он более теплый и более темный. Я думаю, вы видите все. Мне всегда казалось, что мои брови с этим карандашом выглядят адекватно. Но с этим карандашом они выглядят в разы лучше. Я, конечно же, буду приобретать карандаш от Vivienne Sabo. И, может быть, даже не один. Так что могу порекомендовать. Конечно, нужно подбирать оттенок. В моей подружке не было ни одного тестера. Я брала наобум и я попала. Можно ошибиться и просто выбросить эти 315 рублей на ветер. Надеюсь, с вами такого не произойдет. Вот такие мои покупки за 3 месяца. Спасибо за то, что вы это видео посмотрели. Надеюсь, вам было интересно и, может быть, даже полезно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok